История начинается с просмотра двух разных сцен. Одна из сцен рассказывает о постапокалиптическом мире, где пара идет разными путями. На другой сцене маленькая девочка машет рукой на прощание, когда самолет вот-вот взлетит. В романтической сцене пара должна найти свой путь обратно друг к другу, но должна быстро обняться, готовясь к неминуемой гибели. В другой сцене маленькая девочка видит, что начинает идти снег, но затем приходит в ужас, когда самолет, которому она махала, загорается и взрывается прямо перед ней. У нее на глазах. Затем мы знакомимся с Изума, которая только что закончила читать романтический комикс, и ей хочется, чтобы ее юность была больше похожа на историю, которую она только что прочитала. Она вздыхает с облегчением, поскольку наконец-то закончила мангу, а это значит, что теперь она может покончить с собой. Как раз в этот момент парень с мускулами, которые могли бы удвоиться в качестве лежачих полицейских, окликает ее и указывает на очевидную опасность для нее стоять здесь. Она объясняет ему, что все, чего она когда-либо хотела, это попробовать страстный роман, как в ее манге, но из-за чего-то неправильного. С ее телом этого никогда не случится. Вот почему она решила умереть. Эта сверхдраматичная девушка угрожает мужчине, чтобы он не связывался с ней. Но он, похоже, вообще не воспринимает ее всерьез. Она продолжает свою угрозу, сообщая, что любой, кто прикоснется к ней, заразится неизлечимой болезнью и умрет. Этот мускулистый гигант просто спокойно слушает, и она повторяет, что с таким телом, как у нее, ей не ради чего жить. Эмоциональная боль, которую она испытывает, заставляет ее закрыть глаза, но ходячая гора мышц, как ни странно, просто идет прямо на нож, которым она ему угрожала. Она понятия не имеет, что происходит, поскольку задается вопросом, не ударила ли она его ножом, и мужчина хватает ее за голову. Оказывается, он никогда не слышал о смертельной болезни, передающейся при прикосновении, но он думает, что это круто. Цикл указывает на то, что они уже порядком устарели, и он с волнением ждет, когда почувствует яд. Он говорит, что прикоснулся к ней, очень взволнован, задаваясь вопросом, причинит ли яд боль. Она говорит ему, что ее ждет неудача, и парень испытывает шок, когда цемент под его ногами трескается, и его тело попадает под мчащийся поезд. Изума совершенно вне себя, когда она извиняется перед незнакомцем за то, что сделала это снова. Она осуждает себя за то, что втянула другого человека в свою проблему, и винит себя за то, что слишком долго не могла покончить со всем этим. Однако она потрясена, когда снова слышит голос парня, и еще больше поражена, когда его голова поворачивается к ней. Этот парень слишком взволнован для человека, которому только что отрубили голову, и он понимает, что вся эта история с болезнью, о которой она говорила, была всего лишь прикрытием для защиты других. Изума затем с полным недоверием наблюдает, как парень продвигает свою голову вперед с помощью своей крови и восстанавливает свое собственное тело. Ракета человеческой крови определяет, что это его счастливый день с тех пор, как он нашел кого-то вроде нее, но она не слушает ни слова из того, что он говорит. Она все еще в полном шоке и отчаянно называет его зомби, когда наносит ему болезненный удар и убегает. Этот парень быстро передвигается на ногах, поскольку ему удается использовать все свое тело, чтобы схватить ее, и объясняет, что он нежить. У него есть несколько вопросов по поводу упомянутого ею несчастья, но копы уже в пути. Он говорит ей, чтобы она держалась, и взлетает, как заправленная кровью реактивный самолет. Он интересуется, произвели ли на нее впечатление его прыжковые способности, и объясняет, что он просто восстанавливал свои оторванные ноги на высокой скорости. И использовал для этого инерцию. Изума полностью игнорирует регенерирующего психопата и пытается сбежать. Он просто снова захватывает ее в плен, но Изума быстро напоминает ему, что он прикасается к ней, и это снова вызовет ее неудачу. Парня не обманешь, и он правильно указывает, что с ним все будет в порядке, пока он касается только ее одежды. Она просто хочет, чтобы он отпустил ее, но он указывает, что это долгий путь вниз, и все, чего он хочет, это больше информации о ее неудачах. Изума немного волнуется, но вскоре понимает, что она все равно планировала умереть в тот же день. Она утверждает, что его угрозы ее не испугают, поэтому ему приходит в голову блестящая идея просто раскрутить ее на абсурдной скорости. Изума с трудом выдерживает пытки психопата, и она отчаянно соглашается рассказать ему все. Впоследствии ее объяснение началось 10 лет назад, когда ей было всего 8 лет. Ее родители уезжали по делам за границу, и она провожала их. Они сказали, что уедут на неделю, поэтому перед отъездом крепко обняли ее. Примерно через полчаса у их самолета неожиданно возникли проблемы с двигателем. Все 270 человек, находившихся на борту, включая ее родителей, погибли. Именно тогда она поняла, хотя степень этого варьируется, что люди, которые прикасаются к ней, в конечном итоге получают травму. Именно так она поняла, что сама стала причиной того, что случилось с ее мамой и папой. Именно поэтому она прикрывает свою обнаженную кожу с головы до пят. Ей трудно говорить, потому что это очень личная вещь, которую она рассказывает совершенно незнакомому человеку, но он грубо вмешивается и обнимает ее. Она задается вопросом, слушал ли он вообще то, что она сказала, но он действительно слушал. Он понял, что прикосновение к ней приносит несчастье, и теперь решил проверить это. Она говорит ему, что ему нужно бежать, пока он еще может, но уже слишком поздно, и упавший ящик превращает его в банановый блин. Изумы используют этот момент, чтобы убежать от расплющенного психопата, но он быстро восстанавливается, неудовлетворенный результатами. К несчастью для нее, она поскользнулась на банановой кожуре и упала прямо со здания, когда парень наслаждался перекусом. Изума, не веря в то, что может умереть из-за случайно упавшей банановой кожуры, самый забавный и печальный способ умереть. Указывает, что у нее даже не было шанса испытать что-либо на себе. Когда она падает, ее драгоценная манга выпадает из кармана, и она умоляет, чтобы это не закончилось таким образом. Земля быстро приближается, и она не выдерживает, когда наконец понимает, что еще не готова. Как раз в этот момент появляется наш герой, чтобы схватить ее в ее книге. Он использует свою странную способность, чтобы замедлить их, и говорит Изуме, что он ни за что не позволит ей умереть. Это потому, что он верит, что наконец-то обрел силу, которая подарит ему настоящую смерть. Он показывает, что знает о существовании правила, которые она пыталась скрыть от него ранее. Он думает, что если ему удастся выяснить, в чем заключается это правило, то он сможет добиться еще большего несчастья. Его цель – выявить величайшее несчастье, которое у нее есть, в надежде, что он сможет наконец положить конец своей смехотворно долгой жизни. Он использует свою, по общему признанию, огромную силу, чтобы снова летать, и заявляет, что пришло время вернуться в свое убежище и разобраться в ее невезучести. Однако вдалеке мы видим, что за ним наблюдают. Костюм объясняет кому-то, что дозатор человеческой крови находится на пути к его убежищу с тем, что они называют новой породой. И ему поручено задержать ее после подтверждения ее способностей. В своем убежище парень нежить только что обнаружил, что продолжительность его прикосновений коррелирует с размером ее неудачи. Следующий тест, который он хочет провести – это площадь поверхности, поэтому он приказывает ей снять одежду, чтобы он мог цепляться за как можно более широкую область. Но этого не происходит, когда она бросается бежать. Она требует, чтобы он прекратил свои эксперименты, но он говорит ей, что это ее вина за то, что она просто не рассказала ему, как работает ее неудача. К несчастью для нее, она зацепилась за гвоздь и потеряла шляпку. Нежить отпускает остроумные замечания по поводу прически Рапунцель, но она разражается слезами. Она не может поверить, что кто-то видел ее абсурдно длинные волосы и объясняет, что никто не может подстричь их для нее, так как любой парикмахер просто умрет. Нежить – это всегда решатель проблем, который достает ножницы и начинает что-то отрезать. Он указывает на то, что до тех пор, пока он прикасается к ней, он не сможет ее отпереть, поэтому он просто закончит тем, что сделает ей свежий порез. Это правда, но она напоминает ему, что как только он отпустит ее, все накопившиеся невзгоды обрушатся на него разом. Она боится, что все будет плохо, но он останавливает ее и уверенно объясняет, что он нежить. К счастью для нее, он был стилистом давным-давно и быстро заканчивает работу. Она слишком нерешительна, чтобы выглядеть привлекательно, но как только она это делает, она радуется этому. Изума видит, что он отпустил ее и благодарит его. Нежить, более взволнованная, чем когда-либо, указывает на то, что он держался за нее 15 минут подряд и ожидает, что следующая разблокировка должна быть потрясающей. Она понятия не имеет, что произойдет, но мы видим, что ему удаляют голову. Это тот самый костюм, который он видел ранее, и он благодарит Изума за то, что он заставил нежить ослабить свою бдительность. Прежде чем он объяснит, кто они такие, он заявляет, что сначала им придется содержать нежить в специальной капсуле. Она задается вопросом, почему они это сделали, и шокирована тем, что на нее надели наручники. Она думала, что они на ее стороне, но они смеются над ней за ее наивность. Они объясняют, что их работа состоит в том, чтобы следить за любыми невыбранными отрицателями, такими как она сама, или любыми умами, которые вергают мир в хаос. Так же, как и я, она понятия не имеет, о чем они говорят, и парень продолжает объяснять, что ее способности чрезвычайно уникальны. Они пришли к выводу, что ее способность сводит на нетудачу того, кто прикоснется к ней и убьет их. Эта способность идеально подходит для убийства. Однако прикосновение к ней через ткань обеспечивает полную безопасность. Он утверждает, что слабость ее способности заключается в том, что как только ее условия известны, ей легко противостоять в перчатках. Она понимает, что они хотят что-то сделать с ее силой, и они указывают на то, что очевидно, они хотят использовать ее для убийства. Он уверен, что нежить хотела использовать его для того же, так как она была бы довольно свирепым оружием, если бы подчинилась его воле. И Зума наконец заговорил и сказал им, что они ошибаются. Даже если они только что встретились, нежить использовала свою неудачу только для того, чтобы только он мог умереть. Она заявляет, что ее новый друг зомби совсем на него не похож, но Иск не хочет этого слышать. Он предупреждает ее, чтобы она следила за своим языком, поскольку он не возражает избавиться от нее, вместо того, чтобы захватить в плен. И Зума заливается слезами, потому что, в отличие от всех остальных, нежить прикасалась к ней без малейшего страха. Она винит себя за то, что это случилось с ним, потому что он подстриг ее волосы, но она благодарна ему за это. Она благодарит нежить, и в этот момент скафандр, удерживающий нежить, ударяет молния. Другие Иски задаются вопросом, не было ли это ее неудачей, но решают, что это было не потому, что требования не были выполнены. Они предполагают, что это было результатом его собственного невезения, но она говорит им, что они ошибаются, и это не было случайностью. Именно тогда и Зума пришел в восторг, увидев, что нежить вернулась, а ракета человеческой крови пришла в ярость. В Иске говорится, что оружие неэффективно против нежити, и они должны атаковать его все сразу, чтобы вырубить. Более того, он может быть нежитью, но он любитель, когда дело доходит до боя. Нежить оскорблена, услышав это. Он объясняет, что сейчас он может показаться бойцом-любителем, но прошлое – это совершенно другая история. Обычно ему не хватает места для такого количества информации, поэтому он закрывает свой мозг крышкой, чтобы сохранить воспоминания, накопившиеся за сто лет. Иначе он сойдет с ума. После удаления этой штуковины из его мозга, нежить восстанавливает все свои знания в борьбе и легко побеждает врагов. Нежить только сейчас осознает, что произошло. То, что ей отрезали голову, не было ее невезением. Причиной неудачной стрижки на самом деле был удар молнии. Это было совершенно неожиданно, и нежить решила, что ему нужно проверить ее способности на наличие временной задержки. Теперь скафандр понимает, что нежить не так проста, поскольку навыки, которые он развивал на протяжении своей очень долгой жизни, также являются его оружием. Скафандр решает, что ему придется применить довольно коварную стратегию и угрожает убить Изума, если нежить не отдаст свою собственную голову без регенерации. Изума считает, что это бессмысленно, но костюм объясняет ей, что нежить, похоже, очень ценит ее. Нежить очень разочарован тем, что парень не будет драться с ним, так как он думал, что это будет весело, и он шокирует Изума, когда начинает сносить ему голову. Изума начинает драматическую речь о том, что она больше не может видеть, как люди вокруг нее страдают, но нежить не слушает и уже отрубил ему голову. Нежить заявляет, что его совершенно не волнуют ее эмоции. Он весело провел весь день и хочет, чтобы они снова повеселились, если каким-то образом увидятся в будущем. Нежить кладет руки ему на голову, что приводит к разрушению его тела. Когда его голова взлетает в воздух, Изума начинает задумываться о том, что, по правде говоря, она действительно знает, как вызвать самую большую неудачу. Она освобождается от костюма, но думает о том, что ее план может пойти не так хорошо. Она подпрыгивает в воздух, чтобы поцеловать голову нежити в щеку, оставляя костюм гадать, что же она натворила. Она говорит ему, что в этом не было ничего особенного. Она просто подумала, что было бы здорово отбросить все заботы и прикоснуться к кому-нибудь. Она знает, что ее ждет неудача, и костюм понятия не имеет, о чем она говорит, но нежить, похоже, догадывается об этом. Он говорит Изума убираться оттуда, когда тот регенерирует, и сообщает костюму, что с ним покончено. Он объясняет, что в тот момент, когда костюм столкнулся с ними обоими, его удача иссякла. Снаружи этот парень начинает светиться, и нежить держит скафандр, глядя вверх на чудесное зрелище. Это метеорит, и он полностью разрушает все здание. После этого Изума беспокоится о зомби, но он скоро появится из дыма. Его беззаботное отношение никогда не меняется, поскольку он радостно заявляет, что никогда раньше не получал метеоритом в лицо. Она рада видеть, что он жив, и он поздравляет ее с удачей. Эти двое наконец представляются друг другу, но у нежити нет настоящего имени. Изума решает дать ему имя и выбирает Энди, потому что он уже мертв. Ему все равно, и он просто поражен, увидев, что поцелуй вызвал все эти разрушения. Некоторое время спустя Узума, чье первое имя Фуко, задумывается о том, что из-за ее невезения всегда гибнут люди. Из-за этого она всегда чувствовала, что не заслуживает того, чтобы жить. Однако именно тогда она встретила нежить, которая нашла ее забавной. Сначала она ненавидела это, но общение с ним помогло ей почувствовать, что она может прожить еще немного дольше. Однако это чувство длилось недолго, когда она узнала, насколько груб Энди. Его навязчивая идея вытянуть самую крупную неудачу привела к тому, что ему пришла в голову одна идея. Он указывает на то, как простой поцелуй привел к массовым разрушениям и определяет, что это нечто большее. Интимная близость должна принести огромное несчастье с неограниченными разрушительными возможностями. Энди не хочет терять времени даром, но Фуко в ярости. Она чувствует, что он воспринимает ее только как инструмент для умирания и пытается найти выход из сложившейся ситуации. Фуко предлагает решение, и это вызывает симпатию. Энди понятия не имеет, о чем она говорит, поэтому она объясняет, что помимо ее мамы, папы и его самого, она также целовалась со своим дедушкой. У которого, кстати, были искусственные зубы, настолько страшные, что они могли выдать кошмар, который сам себе снится. Единственное, что случилось с ним после ее поцелуя, это вывих лодыжек. Он скончался три года спустя, но прошло слишком много времени, чтобы это могло быть виной ее невезения. Фуко считает, что это должно означать, что чем больше ей нравится человек, тем значительнее становится несчастливое событие. Это означает, что если он продолжит пытаться сблизиться с ней прямо сейчас, то в конечном итоге она возненавидит его навсегда. Что приведет к ужасному провалу, и он потеряет шанс достойно завершить свою жизнь. Наш мальчик Энди мгновенно осознает, в чем заключается его миссия. Он говорит ей, что все, что ему сейчас нужно сделать, это убедиться, что она не умрет, пока это не произойдет. Она недоумевает, что он имеет в виду, но он уже в пути. Несколько мгновений спустя Фуко потрясена, оказавшись в впечатляющем арсенале, где достаточно оружия, чтобы заставить Джона Вика покраснеть. И Энди объясняет, что он создал подобные места по всему земному шару, чтобы он мог сражаться с ними. С определенными парнями, когда ему это нужно. Она понятия не имеет, кто эти парни, но у нас нет времени на вопросы. Маньяк-любитель оружия защищает свою драгоценную несущую смерть, наряжая ее так, словно она готовится к апокалипсису. Теперь она пуля непробиваема, защищена от ножевых ранений и даже устойчива к химическому оружию. Он объясняет, что это контрмера против парней, которые нападают на них. Это организация, которая занимается расследованием таких же неопознанных тайн, как и они сами. Для них это те, кого они должны держать в узде, и почти гарантировано, что скоро появится вторая группа из них. Фуко думает, что они, возможно, напугали их, сбив метеорит из космоса и все такое, но Энди утверждает, что шансов нет. Что они напуганы. Организация обладает огромной собственной огневой мощью, и люди такие же, как они. Парни и девушек, которые отрицают правила этого мира, метко называют отрицателями. Эта организация получила место в первом ряду благодаря их невезению и способностям к бессмертию. Но способности членов организации неизвестны. У них нет ни единого шанса, поэтому Энди решил, что им нужно баллотироваться. Он рассказывает, что 50 лет назад эти отрицатели поймали его и сильно потрепали. Следующие 10 лет он провел в лаборатории, постоянно проверяя свое тело. Это заставляет Энди по-настоящему задуматься о том, что они сделают с Фуко, если поймают ее. Невозможно сказать, скольким людям пришлось бы расстаться с жизнью только для того, чтобы подтвердить ее невезучесть. Энди немного демонстрирует, как работает его безумный темный образный ум, когда он указывает, что они могут даже отрезать части ее тела. Чтобы посмотреть, работает ли ее невезучесть, когда ее отсоединяют. Фуко невыносимо это слышать, и она немедленно соглашается с тем, что им нужно бежать. Они уезжают на своем очаровательном мотоцикле-тандеме, и Энди показывает, что он может быть раскручен независимо от ситуации. К сожалению, у нашего беззаботного героя нет цели в голове, и его план состоит в том, чтобы просто продолжать бежать. Фуко чувствует себя так, словно у него нет плана, и это только вопрос времени, когда их поймают, а она уже достаточно абуза для него. Она боится, что с ним случится, если их поймают, как накануне, но он успокаивает ее. Он объясняет, что до тех пор, пока она не влюбится в него по уши и не причинит ему как можно больше неприятностей, он обещает, что не позволит ей умереть. Фуко шокированы тем, что он не отказался от ее надежды на то, что она влюбится в него, но наш уверенный в себе главный герой гарантирует, что это произойдет. Именно в этот момент небо разрывается на части, как экран телефона в мире без чехлов, и Энди объясняет, что именно так они деформируются. Парни, которые захватили их 50 лет назад, тоже выскочили из одной из этих небесных дыр. Из нее появляется что-то огромное, и Энди, сразу узнав это, называет их союзом. Гигантский робот-разрушитель наносит серьезный урон, и Фугу пытается броситься на Энди. Однако ее тянет за собой парень, потому как она бежала, было ясно видно, что ей нравится нежить. Она решила, что он должно быть враг, и была шокирована, когда поняла, что ее ноги не двигаются. Робот говорит парню покончить с жизнью девушки, поскольку ей приказано захватить нежить и избавиться от невезухи. Парень хочет немного поболтать с ней, но это только дает Энди время для внезапной атаки. Он наносит мощный удар, но Фуку в шоке, когда его тело просто перестает двигаться. Парень с шеей толщиной со ствол дерева обещает, что он ни в чем не виноват, и Энди понимает, что его тело вообще не сдвинется с места. Особенно его руки, ноги и туловище. Робокоп наносит мощный удар, но это заставляет Энди кое-что осознать, поскольку теперь он снова может двигать своим телом. Фуку пытается сказать ему, что следующая за ней Зилла является ограничителем движения, поскольку он мешает ей двигаться, но Энди указывает, что прямо сейчас она двигает руками. У нее не двигаются только ноги, так что эти две вещи определенно не связаны. Он объясняет, что оба этих парня являются внешними негативаторами, нацеленными на сдерживание типа. Они кажутся похожими, но их дальность действия и способности различаются. Робокоп и его костюм парализуют его тело, и он предполагает, что синеволосый чувак обладает ее волей. Проблема в том, что он не знает, что именно они отрицают, чтобы осуществить это. Парень с такой толстой шеей, что он мог бы носить хула-хуб в качестве колье, впечатлен тем, что Энди до этого додумался. Однако он отмечает, что простое знание этого ничего не значит. Энди, похоже, не волнует, когда этот парень говорит и получает удар, чтобы проверить свою теорию. Он приходит к выводу, что он прав, поскольку после удара он может прекрасно двигаться, и решает, что все, что ему сейчас нужно сделать, это получить удар. Привести себя в порядок и нанести роботу ответный удар. Тостер Переросток называет его идиотом, и эти двое начинают обмениваться ударами. Синеволосый парень впечатлен Энди, учитывая, что он переносит огромное количество боли, но не может не отметить, насколько возмутителен его стиль боя. Фуку расстраивается, когда она задается вопросом, будут ли за ними вечно гоняться такие же люди, как они. И он говорит ей, что это только в том случае, если им удастся продолжать убегать. Он указывает на то, что метеорит, который они использовали, не помог им в расследовании, поскольку из-за него их приоритет поимки повысился до 8 баллов по 10-бальной шкале. А ей было всего 5 баллов, когда ее впервые обнаружили. Теперь, независимо от того, скольких охотников они избегают, всегда найдутся другие опасные люди, охотящиеся за ними. Она потрясена, услышав, что он имеет в виду других отрицателей, таких же, как они сами, и удивляется, почему на них не охотятся так же, как на них самих. В этот момент робот использует ускорители, чтобы усилить свой удар, и сносит Энди голову. Парень с такой толстой шеей, что все его шарфы подали заявление о досрочной отставке, рад слышать, что они вызвали интерес Фуко. Мы наконец-то узнаем, что его зовут Шен, и робот хочет, чтобы он перестал отвечать на ее вопросы. Шен считает, что она имеет право знать, и говорит ей, что в группе 10 участников. Они принадлежат к организации по борьбе с неопознанными явлениями, известной как Союз. В ее рядах есть специальная команда, состоящая из 10 отрицателей. Попав в нее, отрицатели освобождаются от преследования при условии, что они обязуются выполнять задания. Тем не менее, есть несколько тестов, которые необходимо пройти в первую очередь. Фуко взволнована осознанием того, что они могли бы быть в безопасности, если бы стали членами клуба, но робот угрожает ей и объясняет, что все места заняты. Пока нет свободных мест, в списке не будет никаких дополнений или изменений. Любой отрицатель, который не является членом организации, является умом, который вергает мир в хаос, монстром. Робот готовится покончить с Фуко, но Энди мгновенно спасает ее. Он прислушивается ко всему. Он решил, что вместо того, чтобы стать объектом охоты, они просто присоединятся к охотничьей группе. Он в восторге от этого и объясняет, что они просто уничтожат этих двух парней, чтобы освободить им место в команде. Неизвестно, что они заставят их делать, когда они будут в команде, но Энди еще раз обещает, что он никогда не позволит ей умереть. Не только это, но и передача ее кому бы то ни было также не является вариантом. С учетом сказанного, Фуко точно знает, что делать, и прикасается к груди Энди. Кусок металла, прямо как шафер на свадьбе, указывает на то, что они только что вступили в прямой контакт, но Шен говорит, что это был всего лишь небольшой участок. Так что неудача будет не такой уж большой. Плохо. Фуко, которая дистанцировалась от Энди, говорит, что она уверена в том, что грядет огромная неудача. Не желая никаких недоразумений, она объясняет, что огромный размер неудачи не означает, что она в него влюблена. Он нравится ей только из благодарности. Робот пытается сказать Шону, чтобы он пошел за девушкой, но он плохо реагирует на то, что им командует. Фуко продолжает пытаться навести порядок, в то время как Энди готовится к неудаче. Она в последний раз подтверждает, что не влюблена в Энди, как раз в тот момент, когда Тракун делает выразительный вид. Энди говорит двум парням, что пришло время отказаться от своих мест в команде, и Тракун обрушивается на них со всех сторон. Им едва удается сбежать, и Энди бросается за ними в погоню. Он объясняет, что отрицатели отрицают либо свои собственные правила, либо правила других людей. Когда вы боретесь с негативистами внешнего таргетинга, подобными им, вы должны как можно скорее выяснить, что они отрицают. И он показывает, что на самом деле он довольно умен, поскольку он определил, что когда Джамбатрон принимает атакующую стойку, он отрицает свои движения. Что должно означать, что его мощность называется это неизбежно. Шен до сих пор остается загадкой, поскольку он смог удержать Фуко без каких-либо особых движений. Он решает оставаться в тени и использовать какую-нибудь тактику наезда и бегства, пока не разгадает ее. И он готовится к нападению, которого мы еще не видели, но потрясен, обнаружив, что здание заполнено динамитом. Фуко подбегает к нам, задаваясь вопросом, не она ли виновата во взрыве, и мы видим, что злой дуэт все еще жив. Роботу надоела эта девочка, потому что, если они не могут предсказать, что произойдет, ее неудача – это не оружие, это катастрофа. Однако он решает уничтожить беззащитного Энди Первого. Он говорит Шону, что их миссия почти завершена, но испытывает шок, когда понимает, что на самом деле за ним стоит нежить. Энди говорит ему, что он может забрать свою руку, так как части тела, которые он теряет, все равно исчезают через 30 секунд. Энди готовит свою следующую атаку, прикусывая собственный палец. Он прощается с неизбежным и направляет кончики пальцев прямо в мозг робота. Энди называет это пулей из его частей. Он использует свою регенеративную силу, чтобы стрелять своими наполовину разорванными частями тела, как снарядами. Он показывает, что полностью разобрался в роботе, указывая на то, что каждый раз, когда он принимал атакующую стойку, он сводил на нет способность своего противника уклоняться. Строго говоря, он только останавливал движение мышц, пока это действовало. К несчастью для консервной банки, он не смог остановить регенерацию Энди. Прибывает Шен, потрясенный тем, что робот уничтожен. Энди говорит ему, что он следующий, но Шен пытается указать на то, что он только что обеспечил себе место в команде. Энди, настоящий джентльмен, говорит, что он только что обеспечил Фуко место в команде, но ему тоже нужно место в команде. Шен готовится к битве, и Энди задается вопросом, что он отрицает. Он решил, что ему просто придется выяснить это тем же способом, которым он всегда это делает, и это означает, что его жизнь обрывается снова и снова. Энди инициирует бой, нацеливаясь на отверстие в стойке Шона правой ногой, но я ошеломлен, увидев, что он атаковал правой ногой. Вместо этого его левая нога. Фуко появляется как раз вовремя, чтобы увидеть, что эти двое борются друг с другом. Шен едва сдерживает свою радость, когда говорит о том, какой удивительный Энди, поскольку он никогда не думал, что кто-то сможет поднять на него руку. Шен отдал бы все, чтобы регулярно проводить с ним спарринги, и Фуго не может поверить, что они, похоже, стали друзьями. Энди считает, что он явно просто издевается над ним и просит Фуго бросить ему свой меч. Фуко боится, что Энди не поймает меч, но он все равно говорит ей бросить его. Энди продолжает бороться и заявляет, что, возможно, он не знает точно, что именно отрицает Шен, но его сила заключается в противоположностях. Шен намеренно создает брешь в своей защите и готовит оборону с противоположной стороны. Правая переходит в левая, верхняя переходит в нижняя. Это невероятно раздражает, но Энди решает, что это все, что от него требуется. Энди ловит свой меч шеей, просто чтобы выяснить, кто его противник, и вступает в бой, чтобы закончить бой. К сожалению, его каким-то образом останавливают. Шен объясняет, что это было всего лишь на долю секунды, но Энди колебался, рубить его или нет. Шен удивлен, поскольку, несмотря на то, что Энди прожил почти 200 лет, он все еще колеблется, когда речь заходит о том, чтобы покончить с людьми. Либо так, либо, возможно, он не хотел, чтобы маленькая мисс невезучая видела, как он лишает кого-то жизни. Теперь Шен готов закончить бой, но Фуко героически вмешивается, чтобы освободить этого дурака. Он легко избегает ее. Шен не раскрывает им свое правило, но говорит им, что они не смогут убежать или прикоснуться к нему. Его силы воздействуют на их глубинную психику, так что бесполезно пытаться сопротивляться. Энди ругает Фуко за то, что она вмешалась, но она указывает, что просто пыталась помочь. Шен спрашивает, кто из них присоединится к команде, и Энди даже не колеблется, поскольку это явно Фуко. И он готов к тому, что его заберут в лабораторию для тестирования, но Фуко напоминает ему, как плохо они с ним обращались, и удивляется, почему он вызвался пойти туда снова. Он объясняет, что она не продержалась бы там и дня, но она беспокоится, что он, возможно, никогда больше не сможет сбежать. Он говорит ей, чтобы она не волновалась, хотя и гарантирует, что ускользнет до того, как она умрет, даже если это прикончит его. Даже если она превратится в горбатую старую кошелку, он обещает завоевать ее сердце. Энди говорит им двоим уже уходить, но Фуко просит их подождать. Она просит Шона отвернуться, но он объясняет, что не может этого сделать, так как это лишит его способности. Она говорит ему, что он должен это сделать, и шокирует всех, когда раскрывает, что собирается вступить в интимную связь с Энди. Энди напоминает ей, что она должна сначала влюбиться в него по уши, но она просит его заткнуться. Из-за того, насколько испорчено ее тело, она никогда не испытывала ни малейшего романтического чувства. Она понятия не имеет, влюбилась она в него или нет, но он из тех, кто готов бороться за ее жалкое существование, пока не превратится в кровавое месиво. Вот почему она не может просто бросить его, не отказавшись от чего-то, что может вызвать у него невезучую потребность покончить с собой. Она драматично извиняется за то, что не смогла сделать больше, чтобы отплатить ему, но это просто заставляет Шона разразиться неудержимым смехом. Их отношения кажутся ему забавными, особенно с тех пор, как они познакомились всего один день назад. Они настолько комедийный дуэт, что Шен считает, что разлучить их было бы тяжким преступлением. Вместо этого Шен шокирующе заявляет, что они вдвоем убьют еще одного члена его команды. Если они это сделают, он замолвит за них словечко. Он объясняет, что через три дня на озере Байкал один из членов организации предпримет шаги для расследования дела об уме. Если они прикончат этого участника, который там появится, значит они золотые. На этом человеке будет красный галстук и эмблема. Прежде чем он уйдет, он предупредит их, что по пути за ними все еще будут охотиться люди. Он надеется, что они оба доберутся до места целыми и невредимыми, чтобы снова встретиться за круглым столом и уйдет. Фуко шокирована тем, что он пощадил их, а Энди указывает, что это произошло из-за ее девиантного поведения. Она говорит ему, что серьезно относилась к тому, что сказала, но Энди человек безупречной чести и говорит ей, что он не хочет так поступать. Это было совершенно безрассудно. Он приказал ей больше никогда не выкидывать подобных трюков, и она согласилась. Их следующая остановка – Россия, но Фуко указывает, что у нее нет паспорта. Это нормально, поскольку наш сумасшедший герой не доверяет общественному транспорту. Наш план состоит в том, чтобы доехать до Нагаты на максимальной скорости. Затем они сядут на его яхту и забронируют билет до российского порта. Затем они пересядут на реактивный самолет и отправятся в Иркутск, где он наймет нескольких своих старых боевых приятелей, чтобы оказать им некоторую боевую поддержку. Тогда они залегают и ждут свою цель у озера, чтобы прикончить ее. И он еще больше, чем когда-либо взволнован тем, что едет в Россию, где много водки. Он рад услышать, что Фуку исполнилось 18 лет, что является законным возрастом для употребления алкоголя. И наш грубый главный герой обещает, что они обязательно выпьют, когда закончат. Краткий экскурс в прошлое переносит нас в 1970 год, где мы находим Энди в изоляторе профсоюза. Молодая девушка с розовыми волосами находится в отдельной комнате, в центре которой стоят песочные часы. Эти двое могут видеть друг друга через стекло, и Энди использует свою кровь, чтобы поздравить молодую девушку с днем рождения. Возвращаясь в настоящее, мы видим, что девочка с розовыми волосами находится в открытом космосе и смотрит вниз на лодку. Она кажется довольна, когда мы получаем некоторые очевидные намеки на то, что она была молодой девушкой из прошлого. Вернувшись на Землю, Энди очень доволен улучшенным кораблем и объясняет Фуку, что они доберутся до России в кратчайшие сроки. Он не может понять, почему Фуку так напугана, поэтому она напоминает ему, что Чин сказал, что на протяжении всего пути за ними будет вестись агрессивная охота. Наш герой спокойно пытается убедить ее выйти из укрытия, но она оказывается права, когда начинает звучать сигнал тревоги и с неба сыплются ракеты. Небо. Пока истребитель осыпает их атаками, Энди просто жалеет, что у него не было времени выпить. Фуку не может поверить, что Ками сейчас в таком состоянии, но он указывает на то, насколько паршивый стрелок их нападающий. Кроме того, даже если его маленькая лодка разлетится на куски, он указывает, что они могут просто использовать ее неудачу, чтобы найти выход из ситуации. Фуку пытается объяснить, что ее неудача не просто удобно работает таким образом, но наш блестящий главный герой объясняет, что все дело в том, чтобы найти выход из ситуации. Как она им пользуется? Энди не просто несет полную чушь, он доказывает свою точку зрения, заявляя, что его способность к бессмертию – это не просто предотвращение смерти. Он демонстрирует, отрезав себе руку, что если он почти полностью отрежет часть своего тела и заставит ее отрасти обратно, это станет оружием. Кулак пули его части уничтожает нападавшего, и Фуку по глупости задается вопросом, означает ли это, что теперь они являются частью Союза. Энди напоминает ей, что Чен сказал ему, что для того, чтобы вступить в профсоюз, они должны убить человека с эмблемой на себе. Энди указывает на то, что на двух головорезах, которые были на днях, были золотые метки, и предполагает, что это эмблема, которую носят 10 членов профсоюза. У Энди на примете есть три человека, которые, вероятно, носят эту эмблему на макушке, прикрепленной к его голове. Первый – создатель несокрушимой катаны, которую он украл. Этого парня называют нерушимым. Второй – похожий на инженера парень, который экспериментировал с ним 50 лет назад. А третий – человек, который поймал его 50 лет назад. Это женщина, которая может создавать невидимые барьеры. Энди объясняет, что эта разоволосая цыпочка однажды уперлась головой в ее невидимый барьер, и эти штуки были чрезвычайно прочными. Он указывает на то, что он нежить, но это не значит, что он непобедим. Он предупреждает, что все будет очень плохо для них, если они каким-то образом столкнутся с этой девушкой. Фуко не может поверить, что есть кто-то, кого наш герой не может победить, и надеется, что они никогда не столкнутся с девушкой-барьером. Наш всегда позитивный главный герой, раздающий кровь, заявляет, что все это его совершенно не волнует. Независимо от того, кто встанет у них на пути, они сделают все возможное, чтобы добраться до озера и убить свою цель. Он заявляет, что ничто не помешает им достичь своей цели, и если дело дойдет до худшего, они могут просто положиться на ее невезение. Фуко в очередной раз говорит ему, что они не могут так полагаться на ее невезение, но похоже это просто возбуждает нашего зомби-героя. Энди возвращается на место капитана, когда появляется еще один истребитель, и говорит Фуко, что ему придется по-настоящему прочувствовать ситуацию. Ее невезучие правила до того, как ситуация начнет становиться все более опасной. Она боится, что это означает, что он планирует быть с ней откровенным, но наш прямолинейный главный герой ни капельки этого не отрицает. Фуко напоминает ему, что если он сделает что-нибудь подобное, то его привлекательность ничуть не улучшится, но уверенный в себе, Энди уверен, что все будет хорошо. Взгляд в пространство показывает, что нападающая это девушка из предыдущей серии, и она восклицает, что нежить никогда не меняется. На ее лице появляется безумное выражение, и она заявляет, что он единственный мужчина в этом мире, которого она смогла полюбить. Сумасшедшая космическая девочка начинает мощную атаку со своей космической станции, но знает, что с ним все будет в порядке, потому что он никогда не меняется. И она уверена, что он будет возвращаясь к ней. Там на Земле корабль Энди уничтожен, и он не может понять, что на них напало. Он находит след из пузырьков, который приводит его прямо к Фуко, который был без сознания. Этот чувак должно быть учился в медицинской школе или что-то в этом роде, потому что он утверждает, что если у нее у души или остановка сердца. Каждая минута увеличивает ее выживаемость на 10%. К сожалению, ее ноги застряли под обломками. Энди отрезал себе руки и вставил между ними обрубки своих рук. Он быстро отращивает их обратно, так что сила высвобождает их, и торпеда человеческой крови поднимает их на поверхность. Вскоре после этого Фуко просыпается, чему Энди рад, но он предупреждает, что они вот-вот будут пойманы, и приказывает ей поднять руки вверх. Фуко задается вопросом, действительно ли он планирует просто сдаться, но он объясняет, что просто выигрывает немного времени для небольшого эксперимента. Его. Это, скорее всего, поможет ему понять, можно ли контролировать ее неудачу или нет. Она напоминает ему, что это невозможно контролировать, поскольку это источник всех ее проблем, но он указывает на то, что она просто не может контролировать это по своему желанию. Я предполагаю, что Энди тоже в некотором роде ученый, поскольку у него есть гипотеза. Он указывает на то, что ее предыдущие неудачи были связаны с феноменами, которые использовали окружающие ее предметы. Но удар молнии от стрижки и метеорит от поцелуя в щеку – это разные вещи. Это были вещи издалека, которые ее невезение насильно объединило воедино. Он думает, что это произошло потому, что стрижка и поцелуй – это вещи, которые она очень ценит лично. Однако в те моменты рядом не было материалов, необходимых для нанесения ударов судьбы, равных тем вещам, которые она очень ценит. Поэтому материалы, имеющие равную ценность, приходилось доставать издалека. Весь этот разговор действительно ставит Фуко в неловкое положение, но дальше становится только хуже. Энди объясняет, что для своего эксперимента он нашел источник, который, несомненно, имеет для нее большую личную ценность и который вызовет приступ неудачи, равной этой ценности. И неудача, которую это принесет, будет огромной. Фуко понятия не имеет, что он сделал, но понимает, что ее топ был испорчен. И Энди объясняет, что для того, чтобы спасти ее мимолетную жизнь, ему пришлось сделать искусственное дыхание. Она не может в это поверить и надеется, что это все, что он сделал. К несчастью для нее Энди объясняет, что она все еще не просыпалась. По мере того, как он говорит, Фуго все больше и больше смущается, и океан начинает вздуваться под ними. Энди делает грандиозное открытие своего эксперимента, объясняя, что ему пришлось прибегнуть к искусственному дыханию рот в рот. И неудача Фуко приводит к взрыву нефтяного бака и океана. Оказавшись в самолете, Энди использует свой особый прием под названием «багровый полумесяц», чтобы мгновенно уничтожить пилота. Энди объясняет, что атака – это быстрый разящий удар, который усиливается восстановительными способностями его руки. Фуко беспокоит рука сумасшедшего, в которой крепко зажат меч, но он просто объясняет, что иногда использует его в качестве ножен. Самолет начинает резко снижаться, но наш герой берет его под контроль. Некоторое время спустя наш ученый, из которого льется кровь, отмечает, что его эксперимент удался. Все, что им нужно сделать, это найти источник несчастья, такой как масляный бак, который они только что использовали, и определить уровень контакта, подходящий для его срабатывания. Таким образом, ее неудача будет не просто несчастным случаем, а лучшим козырем, позволяющим изменить ситуацию в бою. Возможно, в глазах Фуко и есть проблеск надежды, но она все еще не может с этим смириться. Она считает, что это была просто счастливая случайность и говорит ему, что полагаться на нее плохая идея. Однако позитивный настрой Энди непоколебим. Он загорелся желанием сходить за водкой, и она не может поверить, что он уже меняет цель поездки. Некоторое время спустя начинается последовательность самоликвидации реактивного самолета, и Энди приходится катапультироваться. Очевидно, что они догадались, что самолет был украден, но Энди все еще хорошо проводит время. Фуко считает, что она должна указать ему на то, что в настоящее время они падают с неба, но Энди просто не волнуется, поскольку у него есть еще одна техника в рукаве, оставшаяся со времен его наемничества. Он называет это приземлением на пять точек. Энди останавливает их падение сначала подушечками ног, затем икрами, затем ягодицами и спиной. Фуко испытывает отвращение ко всем звукам его ломающихся костей, но в глазах Энди это был абсолютный успех. Энди предупреждает ее, чтобы она следила за своей головой, так как их след может быть где-то рядом, но они забывают обо всем этом, когда Фуко видит прекрасное озеро. Энди объясняет, что озеро Байкал – самое глубокое, чистое и древнее пресноводное озеро в мире. Люди из организации собираются отправиться туда, чтобы исследовать уму, что вполне логично, поскольку это довольно подходящее место для укрытия неопознанных существ. Фуко поражена этим местом и признается, что всегда была немного замкнутой, вероятно потому, что убивала все, к чему прикасалась. Она никогда раньше не была за границей, поэтому Энди посоветовал ей осмотреть достопримечательности. Им также не нужно беспокоиться о профсоюзе, поскольку они не будут предпринимать никаких действий, когда вокруг столько туристов. Действовать тайно – это больше в их стиле. Энди отправляется на поиски своих старых боевых приятелей, так как они обязательно предоставят им необходимую поддержку, но Фуко останавливает его. Его на мгновение. Она беспокоится о том, что они присоединятся к десятке и задается вопросом, с кем им придется сразиться на этот раз. Робот, которого они победили в первый раз, явно заслужил это, но она задается вопросом, что они будут делать, если на этот раз их целью будет хороший человек. Энди не колеблется ни секунды и говорит, что их цель в любом случае – мертвое мясо. Он уничтожит их, не раздумывая ни секунды, чтобы занять их место в десятке. План остается прежним. На его вкус настроение слишком мрачное, поэтому он спрашивает Фуко есть ли какие-нибудь блюда, которые она терпеть не может. Она не любит васаби, поэтому Энди объясняет, что приятель, которого он собирается привезти, управляет отличным рестораном, и ей обязательно нужно попробовать эту еду. Он оставляет ее на некоторое время, но напоминает ей, что она только что приехала в Россию. Он говорит ей, чтобы она не тратила время впустую, оставаясь самой собой, как обычно, и призывает ее хорошо провести время. Несколько случайных русских парней пытаются заговорить с ней, но она тут же убегает. Она думает о том, как невнимательно поступил Энди, сказав эти слова, поскольку она не может получать удовольствие от общения с людьми с таким телом, какое оно есть. Однако она понимает, что если бы ее пути с ним не пересеклись, она была бы уже мертва. Как раз в этот момент она замечает девушку и застает ее за разглядыванием ее картины. Эта девочка поражена японским стилем Фуко и демонстрирует свою школьную форму, вдохновленную японскими школьницами. Фуко не знает, что сказать, поскольку она никогда не ходила в старшую школу, и восторженная цыпочка просто разочарована, услышав это. Фуко восхищается картиной этой чрезмерно взволнованной девочки и сразу может сказать, что она написана акварелью. Фуко объясняет, что она редко выходит из дома, если вообще выходит. Поэтому она время от времени занималась искусством. Фуко пытается объяснить, что она не очень хороша в рисовании, но эта цыпочка, похоже, действительно хочет подружиться и просит Фуко тоже рисовать. Фуко пытается отказаться, она кого-то ждет, и девушка сразу же предполагает, что это должно быть парень Фуко. Фуко думает о Бенде, и девушке наконец удается убедить ее заняться живописью. Некоторое время спустя эта девочка называет Фуко маленькой счастливицей и указывает на то, что у нее на шапочке написано Лаки. Она спрашивает Фуко, нравится ли ей то, что меняется, или то, что всегда остается неизменным. Прежде чем она успевает ответить, девочка объясняет, что ей нравятся вещи, которые не меняются. Вещи, которые никто не связывает и не влияет на них. Именно поэтому она так сильно любит искусство, потому что вы можете запечатлеть постоянно меняющийся мир в виде неизменного рисунка, точно так же, как они делают это сейчас. Фуко не может выбрать и решает, что ей нужно немного подумать об этом. Девочка добра к Фуко и решает, что они могут не торопиться, чтобы просто продолжать веселиться. Проходят часы, и Фуко наконец заканчивает свою картину, но она слишком застенчива, чтобы показать ее своему новому другу. Фуко надеется, что она не будет смеяться, так как она добавила в него много всего интересного, но девочка объясняет, что искусство – это свобода. Фуко говорит ей, что она не должна подходить к ней слишком близко и показывает ей картину. Девочка начинает говорить, что в искусстве нет неправильного-ненеправильного, но теряет дар речи, когда видит это. Девочка задается вопросом, что это за искорки вокруг Луны, и Фуко начинает свое объяснение с того, что указывает на то, что в космосе нет ничего, кроме Луны и Солнца. Девочка соглашается, и Фуко продолжает рассказывать, что, по ее мнению, Луна там наверху выглядела ужасно одинокой, поэтому она пригласила на нее нескольких друзей. Девочка поражена вдумчивостью Фуко, и они оба согласны с тем, насколько одиноким может быть ночное небо. Затем Фуко рассказывает, что у нее есть ответ на свой вопрос. Она рассказывает, что долгое время не могла измениться, и это было так тяжело для нее, что она хотела умереть. Однако четыре дня назад она встретила действительно странного парня, и с тех пор это было безумие. Повсюду раздавались взрывы, и в следующее мгновение она осознала, что находится в России. За все это время этот парень ни разу не обратил внимания на то, что она провела 10 лет в заперти. Даже несмотря на весь этот хаос, ему удалось помочь ей измениться, и она думает, что именно поэтому она смогла рисовать с ней прямо сейчас. Фуко было так весело рисовать со своей новой подругой, и она объясняет, что ценит, что у нее есть кто-то, кто меняет ее и меняется в целом. В этот момент девушка перестает быть той жизнерадостной личностью, которую она изображала весь день. Она восхищается прекрасными словами Фуко, но отмечает, насколько они наивны. Однако, несмотря на свою крайнюю наивность, эти слова находят отклик в ее душе. Фуко понятия не имеет, что происходит, пока девочка находится в воде, и девочка думает о том, как возраст, возможно, в конце концов повлиял на нее. Эта девочка явно обладает какой-то удивительной силой, поскольку Фуко не верит своим глазам, когда видит, что озеро плавает. Девочка стоит на вершине плавучего озера, надевая костюм, и тут из ниоткуда появляется Энди. Фуко ждет от него ответов, но Энди не произносит ни единого слова и использует свой багровый полумесяц, чтобы напасть на девочку. Она легко отражает атаку и рада видеть, что Энди, которого она называет дорогим папочкой, совсем не изменился. Наш герой умного рта говорит ей, что в последнее время она переборщила с макияжем и называет свое имя Джина. Он специально указывает на ее гусиные лапки, и мы видим, что это приводит ее в исключительное бешенство. Энди совершает еще одно идеальное приземление на пять очков, но Фуко хочет, чтобы он был серьезен. Она задается вопросом, действительно ли Джина та самая беспокойная девушка с розовыми волосами, о которой он рассказывал ей ранее. И Энди подтверждает, что это та самая цыпочка, которая пленила его 50 лет назад. Джина требует свою шляпу и говорит в штаб-квартире, что она будет играть со своими друзьями, пока сканирование не будет завершено. Джина использует свою невероятно мощную способность создавать лестницы и объясняет, что ее босс проинструктировал ее. Она осознает, что они хотят убить ее, чтобы присоединиться к организации. Однако она говорит своим друзьям, дорогому папочке и Лил Лаке, что это будет не так просто, и похоже, им придется изменить ее мнение. В другом месте Шен вспоминает о том, как весело ему было сражаться с нежитью. Приходит его ученица, чтобы напомнить ему сосредоточиться, и она рассказывает, что Джина собирается начать битву с нежитью и разблокировать ее. Шен довольно хорошо узнал эту пару и уверен, что они преодолеют огромное препятствие, с которым сталкиваются сейчас. Вернувшись к озеру, Фуко садится на Энди, а Джина спешит к дорогому папочке, так как прошло слишком много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. Энди вытаскивает меч из своей руки и немедленно пытается зарубить ее своей кровью. Совершенно очевидно, что он не сможет порезать ее таким образом, и Джина не может поверить, что спустя 40 лет это все, что его волнует. Фуко спрашивает ее, не она ли поймала Энди 50 лет назад, и она подтверждает, что не только поймала его, но и она также наблюдала за ними на протяжении всего его пребывания в плену. Фуко не может в это поверить, потому что они выглядят ровесниками, и Джина невероятно польщена. Тем не менее, Энди быстро берет верх в своем параде, поскольку он указывает, что Джине было 16 лет, когда она поймала его, а это значит, что сейчас ей 66. Энди поражен технологией организации по борьбе со старением, но его рот мгновенно закрывается от способностей Джины. Эта сумасшедшая цыпочка указывает на то, что внутренне ей 16 лет, и использует свои способности, чтобы заставить Энди отрезать себе лицо. Как будто Джина не могла стать еще безумнее, она смотрит прямо на отрезанное лицо Энди и пытается поцеловать его, но ее мечты рушатся, когда это происходит. Исчезает. Энди понимает, что что-то невидимое закрывает его рот, так что ему придется придумать стратегию, чтобы справиться с этим. Джину начинает раздражать близость маленького счастливчика к Энди, поэтому она объясняет, что она была первой, кто влюбился в него. Затем симпатянка рассказывает злополучную историю о том, как они познакомились. Она была охотником, а он жертвой. Когда она поймала его, все места в команде были заняты, так что ему пришлось сидеть в камере. В конце концов она извинилась за то, что поймала его, но Энди отнесся к этому спокойно и просто сказал, что его избили честно и справедливо. Он был настроен позитивно, как всегда, и сказал, что у него было много способов умереть в своей камере. Это было отличное место для него, чтобы изучить правила его способности к нежити, и сказал ей, что они проведут матч-реванш, как только он сбежит. Она бесконечно боготворила его, но через 10 лет после этого он сбежал, не сказав ей ни единого слова. Он исчез с лица земли на следующие 40 лет, но после встречи с Фуко он стал появляться повсюду. Эта девушка действительно знает, как заставить кого-то замолчать, но Энди уже устал слушать и знакомит ее с несколькими гранатами. Джина совершенно невредима и объясняет, что она хотела первой увидеть нежить, но в ярости от того, что Шен опередил ее в этом. Тупоголовый должен был предупредить ее, когда вступал в контакт с нежитью, но он просто помешанный на битвах псих. Джина успокаивает свой психопатический разум, поскольку она благодарна Шону за то, что он привел с собой пустоту. Благодаря смерти пустоты освободилось место, и теперь Энди наконец может присоединиться к команде в одиночку. Энди, кажется, не слышит ни единого слова из того, что она говорит, когда он бросает светошумовую шашку и бросается прямо на нее. К сожалению, ей все же удалось сохранить свой барьер на высоком уровне. Энди должен отрубить себе ногу, чтобы избежать ужасающей атаки, и Фуко задается вопросом, не следует ли им просто убежать. Хотя мысль о побеге даже не приходила Энди в голову, и он просто говорит, что собирает информацию. Фуко интересуется, где находятся боевые товарищи Энди, но он с грустью объясняет, что все они мертвы. Энди просит взбешенного Фуко успокоиться, так как он обязательно выяснит, что отрицает Джина. Во-первых, Джина укрепила озеро. Затем она телекинетически подняла его вверх. Она также способна создавать невидимые стены и лестницы, что является ее главной способностью. Он думает, что это означает, что она может затвердевать, но это не объясняет всего. Если она просто затвердевает, то его навыки владения мечом должны быть способны пронзать насквозь. Энди пытается стрелять пальцами, но они никогда не достигают цели, и Джина использует свою чрезвычайно опасную вращающуюся шляпу, чтобы разрезать его пополам. Это довольно скверно, но Энди замечает кое-что в большой старой шляпе. Джина указывает на то, что Энди мог бы увернуться, если бы не так беспокоился о девочке, и считает, что их бой был бы намного лучше прямо сейчас, если бы Лил Лаки умерла раньше. Когда она проделывает что-то странное с животом Энди, она показывает, что именно она атаковала их своими безумно мощными космическими снарядами. Наш герой, который, похоже, не может оставаться одетым, был связан, и Джина указывает, что он не сможет убежать от нее. Больше нет. Джина хочет, чтобы он просто отказался от помощи Фуко, и начинает объяснять, что она не сможет выполнить свою норму. Энди прерывает ее, прежде чем она успевает объяснить, и говорит, что независимо от того, судьба это или нет, Фуко принадлежит ему. Фуко светится красным, и Энди объясняет, что он не позволит ей умереть, пока не сделает этого сам. Джина оказывается еще большей сумасшедшей, чем Энди, и говорит, что ей просто нужно отрубить ему голову, как она сделала это 50 лет назад. И тогда он будет принадлежать ей навсегда. Энди готовится к отъезду и объясняет очень обеспокоенной Фуко, что он выяснил, что Джина отрицает. Затем Энди шокирует всех, когда этот сумасшедший сукин сын засовывает себе в рот гранату и использует свою собственную пулевую атаку на собственную голову, чтобы запустить ее высоко в небо. Он мгновенно восстанавливает все свое тело только для того, чтобы через секунду взорвать его. Челюсти обеих девочек отвисают, когда они видят, как этот маньяк взрывает свое собственное тело, заставляя кровь проливаться дождем с неба. Энди показывает, что Джин способна свести на нет изменения формы объекта. Все ее невидимые атаки сводили на нет изменения самого воздуха. Однако, несмотря на то, что он весь в крови, это ясно как божий день. Фуко просто удается поймать отрубленную голову Энди, и он показывает, что способность Джины называется неизменной. Он прав, но Джина указывает, что он ничего не может с этим поделать. Энди объясняет, что он не одинок, хотя и регенерирует себя в рубашке Фуко. Энди считает, что гигантские руки, которыми пользуется Джин, являются результатом того, что она удерживает воздух на месте. Он снова прав, и Джина объясняет, что даже он не сможет выскользнуть из их хватки, как только они возьмутся за дело. Энди знает, что он не сможет добраться до нее, но у них есть выбор. Он говорит Фуко, чтобы она покрывала как можно больше поверхности, но это приводит Джину в ярость, так как девушке не подобает вести себя на публике. Теперь она понимает, что Фуко соблазнила нежить своими женскими манерами. Она никак не могла понять, почему Энди держал рядом такую слабую девушку, но теперь все ясно. Очень озлобленная Джина говорит Фуко, что она не сможет сохранить свою фигуру после 20 лет, но для нее самой это не проблема, поскольку она обладает неизменяемостью. Энди знает, что она полна энтузиазма, хотя и указывает на то, что Джина является внешней мишенью. Есть два типа отрицателей. Те, кто нацелен на себя, могут использовать свои силы только на себя, и те, кто нацелен на кого-то другого, кроме себя. Джина пытается доказать, что она нацелена на себя и использует свою молодую неизменную внешность в качестве доказательства. Хотя наш мальчик безжалостен, он указывает, что на самом деле Джина просто накладывает кучу косметики, чтобы казаться моложе. Но она не может скрыть, насколько сильно повреждены части ее тела. Начинаю провисать. Также совершенно очевидно, что ее способность действует на все, кроме живых организмов. В этот момент Джина полностью теряет самообладание и отрезает Энди ноги. На самом деле, это не проблема для ракеты «Человеческая кровь», поскольку именно так он и передвигается. Энди еще больше раздражает ее и думает о том, что уклоняться от ее рук намного легче, когда он их видит. Ему стало совершенно ясно, что ее невидимым рукам нужно время, чтобы сгенерировать их. Но настоящая проблема заключается в том, чтобы выяснить, как разрушить ее непреодолимый воздушный барьер. Фуку потрясена, увидев, что Энди плавно занял более выгодное положение и объясняет, что она кое-что поняла о Джине. Джина явно очень расстроена, но по какой-то причине она просто быстро идет к ним, хотя бег был бы намного эффективнее. Энди благодарит своего соседа по комнате в рубашке за то, что он только что придумал, как добраться до Джины. Первого числа им нужно будет найти семена неудачи Фуку, но их полет прерывается, когда они натыкаются на что-то невидимое. Джина объясняет, что они мешают расследованию и с неба начинают падать лучи. Организация расследует дело об уме, поэтому она провела сканирование озера, используя свою способность дробить и затвердевать его на куски. Она делала это неохотно, чтобы выполнить свою норму. Джина уже наелась досыта и решила, что им пора заканчивать. Затем она объясняет, что добыча, которая заменит ума, немного повезет. Затем Джина рассказывает, что все это время там находился гигантский космический корабль. Она отмечает, что Хафука сказала, что ей нравятся перемены и повторяет, что она ненавидит перемены. Джина больше всего на свете мечтает стать той, кем она была 50 лет назад и хочет быть с человеком, которого она любит всегда. Она клянется остаться в организации навсегда, чтобы продолжать преследовать его вечно. Она объясняет, что смерть – это самое большое изменение, которое может совершить человек, так что если Энди так сильно этого хочет, то ему придется сделать это через ее труп. Джина бросается в яростную атаку и умудряется нанести серьезный урон. Энди показывает, что на самом деле он согласен с психопатом. Рождение и смерть – это величайшие формы перемен, которые кажутся ему такими потрясающими. Энди убирает ногу, чтобы использовать свою грубую способность, и объясняет, что смерть – это полностью его вина, а не Фуко. Словно для того, чтобы еще больше разозлить ее, Энди объясняет, что он позаботится о том, чтобы Фуко осталась жива. Затем он будет ухаживать за ней снова и снова, пока она не влюбится в него по уши. Фуко изменит ее сердце. Тогда они заключат сделку, и он изменит свою жизнь. Джина объясняет, что он слишком оптимистичен. Вступление в организацию – это болезненное и бессмысленное испытание, так что Фуко никогда не продержится долго. И затем он должен уклониться от опасной атаки, и он показывает Фуко, что понял, что в барьере под ногами Джины есть дыра. Иначе она не смогла бы ходить по нему. Если он сумеет проскользнуть в дыру, то сможет победить ее с помощью разблокировки, которую он заряжал все это время. Хотя дырочка совсем крошечная, он может судить об этом по кровавому следу от барьера, волочащегося по земле. В лучшем случае он сможет просунуть внутрь только голову, но даже в этом случае она просто вышвырнет его вон. У него есть идея, и они воплощают ее в жизнь. Он начинает с того, что замахивается на нее своим мечом. Затем он использует силу, чтобы отрубить себе руки, и он поливает ее кровью и шокирует Джину, когда его меч скользит под ее барьером. Затем пара использует меч, чтобы открыть дыру. Фуко отодвигается на некоторое расстояние, и голова Энди Тома Брейди проходит прямо сквозь дыру. Энди знает, что неудача, случившаяся за пределами ее барьера, вероятно не уничтожит ее, даже если это будет вызванный метеорит. Однако сейчас он находится внутри ее барьера, так что несчастье, которое убьет его, войдет внутрь вместе с ним. Поскольку ее барьер состоит из воздуха, свет проходит через него очень хорошо, точно так же, как когда он использовал светошумовую гранату. Это означает, что неудача должна быть легкой, и он долгое время прикасался к Фуку, так что она будет огромной. Затем мы видим, что оружие гигантского плавучего корабля активировано, и оно выпускает мощный смертоносный луч. Разрушения невероятны, и плавучий водоем разрушается. Фуко понимает, что сила Джины высвободилась и бросается на их поиски. Джина в довольно плохом состоянии, и Энди безжалостно планирует покончить с ней. Джина смирилась со своей судьбой, а Фуко пребывает потрясенная. Энди объясняет, что он решил не избавлять ее от страданий, и ей все равно осталось недолго. Фуко ошеломлена, но Джина объясняет, что она была готова к худшему, когда вступила в бой. Затем она наконец признает, что хотела перемен. Она была во власти профсоюза, она была у них на побегушках. Она захватила в плен и казнила так много людей, и все же ничего не изменилось. Не мир и уж точно не она сама. Она думала, что их миссия состояла в том, чтобы предотвратить перемены в мире. Джина верила, что это была миссия ее жизни, но теперь считает, что она ошибалась. Она с грустью заявляет, что по ее мнению, картина Фуко была очень красивой. Она заставила ее увидеть то, о чем она и не подозревала. Ее состояние только ухудшается, поэтому она просит этих двоих уйти. Антивозрастной эффект начинает ослабевать, и она не хочет, чтобы ее видели в таком отвратительном состоянии. Она говорит им, чтобы они не беспокоились о своих местах в профсоюзе, поскольку они так же хороши, как и сейчас. Энди никогда не хочет слушать, он заключает Джину в объятия. Она просит его остановиться, потому что ей неловко из-за того, как она выглядит, и она не хочет близости сейчас, когда она так выглядит. Энди называет ее глупой девчонкой и говорит, что несколько морщин не изменят ее красоту. Они крепче прижимаются друг к другу и переживают интимный момент. После этого наши герои оплакивают трагическую смерть Джины, а Энди объясняет, что у нее всегда было желание умереть. Она всегда вела себя жестко, но каждый раз, когда она приходила в камеру, она выражала, что не решается лишать людей жизни. Она всегда говорила, что, вероятно, ей было бы лучше умереть. Энди часто шутил, что внесет ее в свой список подозреваемых, когда выйдет на свободу, и она всегда была в восторге от этого. Оглядываясь назад, он понимает, что она была серьезна, и благодарит Фуко за то, что она исполнила желание Джины. Фуко все еще расстроена и хочет, чтобы Энди пообещал, что они попытаются все изменить, чтобы никто больше не страдал так, как Джина. Она отчаянно хочет изменить Юнион, поэтому ее восторженный главный герой соглашается сделать это и говорит, что это поможет Фуко тоже влюбиться в него. Фуко начинает сомневаться, действительно ли они могут это сделать, но наш мальчик уже все спланировал. Он объясняет, что профсоюз прибудет в любое время, поэтому их первым делом будет осмотреть убежище профсоюза изнутри. Они готовятся произнести тост за Джину, но из портала появляется ужасающее существо, заявляющее, что оно прибыло, чтобы забрать их. Вставай. Это произошло гораздо раньше, чем ожидал Энди, так что они оба попадают прямо в зал заседаний профсоюза. Фуко потрясен, увидев, как Энди грызет свои собственные пальцы, но он просто объясняет, что просто поздоровался. Энди хочет прикончить их всех сразу своими пальчиковыми пулями, но с этими членами профсоюза лучше не связываться, поскольку они совершенно невредимы. Наш дуэт садится на свои места, где Энди объясняет, что каждый сэкономил бы кучу времени, если бы все они просто упали замертво прямо сейчас. Наш любимый сосед по стволу дерева Шен указывает всем, насколько интересны эти двое именно так, как он им и говорил, и участник по имени Юй Игэ приветствует их. Эти двое наконец-то собираются выпить, но Энди мгновенно уничтожается гигантским ударом робота смерти. Удар был нанесен Татьяной, роботом, который явно в ярости, поскольку у нее практически учащенное дыхание. Владелец пистолета по имени Билли пытается успокоить ее, но она не может сдержать свой гнев, указывая на то, что эти двое убили Джину. Она хочет, чтобы Энди заплатил, но Билли напоминает ей, что драки между членами клуба запрещены. Энди рад видеть, что по крайней мере у одного из них есть вспыльчивый характер, и мы видим, что ему каким-то образом удается нанести удар, когда рука Татьяны разваливается. Но она легко восстанавливает ее. Юус требует, чтобы они остановились, и Татьяна направляет свое оружие на Билли против своей воли. Энди целится мечом в шею Фуко и не может понять, как его рука действует сама по себе. Очевидно, что это делает Юис, поскольку Татьяна умоляет ее остановиться, поскольку она не хочет обрывать жизнь Билли, хотя Билли уверен, что он не умрет. Энди ясно видит, что этот человек силен и соглашается не драться с ними, пока она останавливает свою способность. Она останавливается, и Энди извиняется за то, что заставил Фуко пройти через это, но объясняет, что они получили из этого очень ценную информацию. Пришло время начинать, так что Ю призывает к апокалипсису – книге психопатического вида с хищными зубами, которые жаждут увидеть свежую кровь. Ю АЭС переориентирует кровожадную книгу так, чтобы она выполнила свою работу и показала, что на этот раз есть шесть квестов. Первое задание – это поимка неопознанного таинственного животного или ума по имени Берн, и их наградой является добавление одиннадцатого места. Второе задание – это поимка умы ЕСТ, а награда – это местонахождение негатора Анберн. Третье задание направлено на нейтрализацию ума, называемого языком, с наградой в виде объединения всех языков мира. Фуко на данный момент полностью потеряна, и Энди говорит ей, что на данный момент они просто собирают информацию. Поэтому она должна просто попытаться сохранить как можно больше информации из разговора. Возможно. Четвертое задание заключается в поимке невидимого отрицателя с вознаграждением в виде местонахождения ума по имени Никол. Пятое задание – это захват ума под названием «Прошлое», а награда – местонахождение чего-то под названием «Восстание артефактов». Заключительный квест заключается в поимке ума по имени Спойл, наградой за которой является местонахождение негатор Анрепавайр. В книге объясняется, что у них есть время до 31 августа. Если все квесты не будут выполнены, наказанием будет добавление галактики ума. Фуко также растеряна, как и я, но Энди говорит ей, чтобы она просто продолжала быть внимательной. Участник по имени Нико проводит анализ и использует информацию, собранную их исследователями, чтобы определить, что первые три задания – это те, которые они действительно могут выполнить. Он рекомендует, чтобы Бирн уделял первостепенное внимание, поскольку награда за добавление 11-го места является наиболее ценной. Помимо этого, им определенно следует отказаться от последнего варианта, который называется Спойл. Им крайне не хватает информации о Спойл, так что в конечном итоге они только потеряют участников. Юус решает, что они сосредоточат все свои силы на первых трех квестах. На этот раз они сосредоточатся на укреплении своих сил и просто понесут наказание за невыполнение последнего квеста. Фуко берет это на себя и спрашивает участника по имени Топ, что это вообще за безумно выглядящая книга. Топ объясняет, что Апокалипсис – это первый артефакт, найденный на Земле. Когда отрицатели садятся на все места за круглым столом, он открывается и ставит перед ними кучу сложных задач. Если они выполнят задание, то получат награду, но если они потерпят неудачу, то получат штраф. Фуко сомневается, действительно ли это стоит делать, если они просто в конечном итоге пострадают и указывает всем, что даже Джина чувствовала, что ничего не изменилось. Одним из заданий было захватить отрицателя, поэтому Фуко боится, что они будут обращаться с кем-то еще так же, как они обращались с Энди и с ней самой. Она указывает на то, что все они просто нормальные люди, если не считать их безумных способностей и просто хочет, чтобы все это прекратилось. Юи останавливает ее и заявляет, что правила были добавлены на Землю 98 раз. Язык, раса, смерть, болезни – это всего лишь несколько примеров. Каждые три месяца вводятся новые штрафы, даже если они не были придуманы. Вот почему они вмешиваются. Их силы должны быть достаточно сильными, чтобы выполнить эти задания, поэтому для достижения этой цели они захватывают и используют тех, кто обладает властью. Получая свои награды, они будут расти в силе, так что однажды тот, кто навязывает эти правила на Земле, бог, обитающий по ту сторону книги, сможет быть казненным. Она продолжает говорить, что они должны стараться, чтобы все места за столом были заняты, чтобы у них были на готове резервные копии. Неудача и нежить были слишком опасны, чтобы оставлять их без присмотра, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как распорядиться об их уничтожении. Однако по рекомендации Шона она пригласила их обоих туда. Неудачник все еще сомневается, поэтому Юс объясняет, что если Фуку хочет что-то изменить, то ей просто нужно стать номером один в группе. Лидерство в профсоюзе возлагается на человека, который добился наибольших результатов. Если она будет достаточно усердно работать, то сможет занять свое место. Нашему мальчику Энди надоело сидеть и болтать, поэтому он шокирует всех, когда просто подходит прямо к книге. Он открывает ее и требует, чтобы в ней было указано, какое из заданий самое сложное. Шен весело смеется, когда книга оказывается в руках Энди, и из нее становится ясно, что самое сложное задание – это последнее, требующее захвата добычи. Для выполнения задания требуется три участника, но Энди ничего не боится. На самом деле он взволнован больше, чем когда-либо, поэтому он сообщает книге, что в его команду войдут Фуко и наш мальчик Шен. Апокалипсис принял задание, и Шен остался шокирован. После этого подчиненный Шона по имени Муи помогает Фуко надеть ее униформу. Фуко пытается предупредить ее, что прикасаться к ней опасно, но Муи ничуть не волнуется. Муи поздравляет ее с официальным вступлением в круглый стол после выполнения первого задания и объясняет, что ее ждут ценные награды за успешное выполнение. Муи объясняет, что она не может присоединиться к нам, так как у нее нет эмблемы, и она не является ни отрицателем, ни членом круглого стола. Отсутствие эмблемы означает отказ от участия в квесте, поэтому она просит Фуко присмотреть за Шоном вместо нее. Выйдя из раздевалки, Энди бежит по коридору, преследуемый Шоном, который говорит ему, чтобы он по крайней мере оделся, так как Энди отказывается надевать костюм. К сожалению, он случайно задевает Фуко, и ее дядя становится причиной небольшой катастрофы. Шен интересуется, куда делся костюм Энди и объясняет, что он сгорел дотла из-за магмы, вырвавшейся из стен. Энди совершенно наплевал на дурацкую одежду и просто хочет поскорее начать поиски. Шен гораздо более рассудителен, чем наш главный герой-нудист, и объясняет, что Энни нужен костюм, галстук и эмблема. Это может выглядеть как косплей, но костюм участника группы очень впечатляет. Галстук дает доступ к любому количеству общественных услуг и позволяет переводить на любой язык. Эмблема сама по себе необходима для участия в квестах. Костюмы пули непробиваемые, устойчивые к ударам ножом и просто прочные в целом. Им придется путешествовать по всему миру, чтобы исследовать порчу, так что униформа значительно упростит задачу. Он не проявляет никакого интереса к тому, что говорит Шен, и объясняет, что все, что ему нужно, это его вертолет. За нашими двумя героями наконец-то перестали охотиться, поэтому Энди хочет пригласить Фуко на свидание в облаках, оставив Шона одного. Шен считает, что они должны действовать как единое целое, но это только ограничит стиль Энди. Как раз в этот момент раздается сигнал тревоги, и нам объясняют, что заключенная Ума захватила одного из сотрудников и сбежала. Всем участникам приказано запечатлеть это, и ТОП очень рад получить несколько очков. Юми проводит расследование и понимает, что время выбрано идеально, поскольку заключенные – это предмет одежды, который Ума называет одеждой. Этот предмет одежды прикрепляется к телу человека и трансформируется в одежду, которую человек больше всего желает. Однако, как только это происходит, оно захватывает контроль над телом человека и начинает буйствовать. Кажется, что эта штука мгновенно ломает Энди шею, но Энди взрывает ее ударом головой, приводимым в действие силой, полученной от восстановления его шеи. Энди объясняет, что он просто вырубил ее, но Мо говорит, что есть проблема. Когда тело, которое захватил заключенный, теряет способность двигаться, оно начинает искать новое тело. Эта тварь в мгновение ока запрыгивает на Мууи. Энди не замечает никаких изменений в ее одежде, но Шен может сказать, что она изменилась. Мууи начинает нападать на них, и наш герой-нежить удивляется, почему Шен не жимает ее. Ник Зила объясняет, что его способности определенно сработали бы на Мууи, но атаки исходят от одежды, а одежда не соответствует требованиям к его способностям. Наш мальчик весело смеется, когда говорит Шону, что его способность бесполезна, но Шен быстро напоминает ему, что его способность превосходит все остальные. Его в их последнем бою. Энди отмечает, что их ссора так и не была закончена, поэтому они решили разобраться с незаконченными делами позже. Фуко ясно, что Муи очень страдает из-за того, что ей приходится нападать на Шона, который ей очень дорог, поэтому она решает принять меры. Фуко прикасается к Муи голыми руками и извиняется перед ней. Она знает, что они только что встретились, но что-то нужно было сделать, и она говорит Муи, чтобы она была готова, потому что ее ждет неудача. Неудачный кирпич сбивает Муи с ног, когда она благодарит Фуко. Ума направляется к Фуко, чего она и ожидала, поскольку заметила, что эта тварь предпочитает женские мишени. Однако наша ракета с человеческой кровью тоже замечает это и спасает ее. Энди расстроен тем, что она совершила такой безрассудный поступок, но Фуко узнала, что она может рассчитывать на его помощь. Энди указывает на то, насколько опасным было бы ее невезение под чьим-то контролем, но она даже не подумала об этом. Муи просыпается, чтобы извиниться за то, что причинила боль единственному человеку, который раньше спас ей жизнь, но Шен просто хвалит ее за ее замечательные приемы кунг-фу. Он поощряет ее продолжать тренироваться, и ее переполняют эмоции. Никто из них не может понять, что происходит, когда ума привязывается к Энди, но это не превращается в одежду. Эта штука начинает говорить, и по-видимому ее приводит в ярость, что Энди хочет видеть в одежде. Это потому, что я прочитал его мысли, а Энди хочет прочную одежду, которая восстанавливается, когда ее рвут, и быстро надевается, когда это необходимо. Я многого прошу, но Энди просто называет эту штуку убогой из-за того, что она так много ныла. Забавный предмет одежды отказывается терпеть оскорбления и говорит Энди, чтобы он приготовился, поскольку как только он познакомит его с его созданием. Энди станет его ходячей марионеткой-манекеном. В этот момент Фуко осознает, что она только что прикоснулась к Энди два года назад, и неудача еще не наступила. Наконец-то это происходит, и тело Энди полностью разрушается лучом света. Нико приносит свои извинения за несчастный случай, который он устроил во время работы с другим участником по имени Фил. Энди уже восстановился, но говорит своему новому костюму, что регенерация заняла слишком много времени, поэтому нужно поработать над ускорением. Фуко называет его Клоуд, и Клоуд в ярости из-за того, что не может контролировать Энди, потому что Энди недоволен тем, как медленно он регенерирует. Шен поражен тем, что им удалось сделать уму своей служанкой, но Энди объясняет, что на самом деле он не слишком доволен тем, что ему приходится быть одетым. Всем объявлено, что ума захвачена нежитью, и топ в ярости из-за того, что его товарищ по команде Ишин действовал слишком медленно. Нежить получает очки, и это продвигает его на девятое место в Союзе. Как раз в этот момент выясняется, что появились сообщения очевидцев о новом уме. Есть подтверждение того, что по улицам Нью-Йорка бродит разлагающийся труп, и считается, что существует связь с умой по имени Спойл, которая упоминалась в квестах. Энди в восторге от поездки в Старую Добрую Америку, так как он устал от того, насколько маленькие бургеры в Японии, а Фуко просто шокировано тем, что бургеры за границей отличаются друг от друга.